Праздник погранвойск начался с торжественного митинга у фонтана на проспекте Мира. Тех, кто нес службу, защищая границы нашей Родины, поздравили представители Думы, Администрации, Совета ветеранов и воинской части. Затем юбиляры активисты Саровской общественной организации ветеранов пограничной службы получили памятные медали. Среди награжденных – Роберт Бармасов. Семь лет своей жизни он отдал службе в погранвойсках на Балтике и Черном море. Служба сама с собой шла, все время на линии границы. А так помогали спасать людей, задерживали иногда пловцов-любителей, которые за границу, рыбаков, особенно турецкие, турки, любили в наших водах ловить рыбу. Каждый пограничник может рассказать интересные истории, которые происходили во время службы. Роберт Аркадьевич вспоминал, что однажды американский транспорт ушел без санитарного досмотра и советские корабли отправились на его задержание. Из-за этого был международный скандал, между прочим. Он ушел без разрешения, а из нейтральных вод передал по громкой связи, то есть на все станции, что его обстреляли советские пограничные корабли. Я помню, дело дошло до Хрущева, комиссии, приезжали, все разбирали. Сегодня организация ветеранов погранвойск насчитывает 56 участников. Для каждого из них и того, кто служил много лет назад, и того, кто вернулся домой недавно, сегодняшняя дата – это не только повод собраться вместе и наметить планы на будущее, но и рассказать о себе тем, кто не знаком с их службой. Просто мы чтим, соблюдаем и стараемся сохранить традиции, обычаи пограничных войск. И своим примером, своей работой. После торжественного митинга ветераны пограничных войск возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы почтить память тех, кто не вернулся со службы и погиб, исполняя свой долг. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.